Добрый день! Второй прогноз для Стрельцов на декабрь 2023 года. Что ожидает Стрельцов в декабре 2023 года? Основные моменты атмосферы всего расклада. Король, Кубка. Вы пребываете в отличном, оптимистичном, дружелюбном, радушном настроении. Очень хорошая карта. То есть независимо вы, мужчина или женщина, это ваше состояние. Состояние, может быть, даже праздник радости какой-то. Очень хорошо. Может быть, кто-то в преддверии Нового года уже заранее почувствовал вот эту предновогоднюю атмосферу. Может быть, кто-то имеет другие основания радоваться. Так, давайте смотреть. По сферам жизни. Финансы, деньги, имущество, работа, карьера, бизнес. Финанс, личная жизнь, любовь, семья, здоровье, физическое, эмоциональное состояние, ваше окружение, друзья, знакомые, обстоятельства вокруг вас. Итак, первая сфера. Финансы, деньги, имущество. Очень интересная карта, особенно в сочетании с Крылём Кубков. Карта Колеса Фортуны. Карта говорит о судьбоносных изменениях, о значительных, жизненно важных, можно сказать, изменениях. Колесо может крутиться в разную сторону, и к лучшему, и к худшему. Но, судя по вашему настроению, Король Кубков, вам хочется отпраздновать изменения своего финансового состояния, изменения вашего финансового положения. То есть, здесь ваш финансовый поток, он вам придаст статус и даст вам себя почувствовать Королём, наконец-то. И что, безусловно, вызовет у вас радость, восхищение какое-то, да? Может, кто-то скажет, наконец-то, наконец-то, вот я получил то, чего хотел. Это очень, знаете, как Колесо Фортуны. Наконец-то мне повезло, наконец-то я добился того, чего хотел. Наконец-то обстоятельства сложились в мою пользу. Давайте я здесь дополнять ничего не буду, чтобы ничего не попортить, да? Как говорится, зафиксируемся на этом моменте, и пусть оно всё будет так, как я сказала. Это, знаете, вот как, наконец-то повезло. Да, вот оно моё в руках у меня теперь. Работа, карьера, финансы. Карьера в Горум, Туз Жезлов, это, наконец-то, тот самый шанс, то, чего вы хотели. То есть, это действительно вам повезло. И я здесь смею сказать, что здесь сфера карьеры, работы связана с финансовой сферой. Здесь вот, что называется, попёрло. Туз Жезлов, это та самая искра. И это ещё пока искра, заметьте, которая может разгореться в пламя. Здесь, конечно, уже, скорее всего, от вас зависит. Я здесь тоже ничего дополнять не буду, чтобы тоже здесь ничего не испортить, потому что это уже достаточно хорошая карта. Она даёт понять, почему такое настроение. Я смотрю здесь, вот сейчас заметила, как раз у короля поза несколько такая вальяжная, что, знаете, вот, ну, я добился этого, и я немножечко, да, немножечко только могу расслабиться. Хоть я и король, есть время отпраздновать, порадоваться и вот так вот развалиться в кресле. Может быть, кто-то действительно будет так делать почаще, по крайней мере, чем раньше, да, вот, наконец-то. Вот это не почивать на лаврах, это, знаете, такая вот поза довольства, само удовлетворение о том, что, ну, наконец-то можно дать себе возможность перестать куда-то рваться, лететь, нестись, потому что вот, наконец-то, оно вот в моих всё руках. Поэтому здесь эти две сферы я связываю. Давайте перейдём к личной жизни. Любовь, семья, двойка, пентакли. Ну, здесь как раз карта, вот, она показывает, в чём здесь отыгрывается, да, везение в материальной сфере, в сфере работы. Это не то, что не везение в личной жизни, просто здесь получается часть энергии у вас, вот эта подвойственность, она будет уходить туда, в материальную сферу, нежели чем в сферу личных взаимоотношений, личной жизни. То есть, конечно, такая активная энергия по карьере и по финансам, она будет забирать энергию из вашей эмоциональной, не эмоциональной, а именно взаимоотношений с вашим партнером, либо то же самое касается для тех, кто пару ищет. То есть вам сейчас надо пережить эмоции, прочувствовать вот это вот везение ваше, да, это именно вот везение, фортуна, прочувствовать и обрести себя, скажем, почувствовать свой новый статус в этих сферах. Поэтому, конечно, забирая энергию в одни сферы, здесь ее может оставаться меньше. Давайте дополним еще. Здесь все-таки двойка жезлов. Ну, это то же самое практически, да, то есть человек не выпадает из личной сферы, нет, он продолжает также жить, общаться со своим партнером, либо также продолжает вести себя, может быть, в поисках своего потенциального партнера для тех, кто не в паре. Но, тем не менее, все-таки энергия, она ушла сюда. Это не хорошо, не плохо, это просто констатация факта. Поэтому здесь, скажем так, пустовато, но есть чем заняться вот здесь. Не знаю, радует ли вас это, горчит, но вот как есть. Поэтому тоже здесь долго задерживаться не буду. Давайте перейдем к вашему состоянию, физическому, эмоциональному. Ну, карта, карта башни. Вот здесь, конечно, очень много эмоций, очень много эмоций идет вот сюда. Поэтому не перепразднуйте. Если это будете отмечать крепкими напитками, то не переусердствуйте, да, вот это вот празднование. Потому что, ну, просто, конечно, вот потом молния в голову будет бить, что называется. Конечно, можете много сил туда отдать. Ну, и вообще физическое свое состояние берегите, не перенапрягайтесь, потому что это именно и физическое переутомление, может быть, и эмоциональное переутомление, как говорят про маленьких деток, перегулял. То есть перерадовался, перевеселился, что-то пере, да. Вот, поэтому здесь обратите внимание на это состояние, чтобы, ну, вот, как раз, обретая себя нового, не потеряйте свои физические силы и, значит, чтобы не было морального опустошения. Потому что дальше еще это не просто так. Это вам далась возможность, дался шанс, а теперь эту искру, потузу жезлов, ее надо дальше разворачивать, распалять, и колесо это дальше надо раскручивать, потому что вот шанс вам дался. Это не просто шанс, это уже в ваших руках, но это дальше надо развивать, поэтому силы свои берегите. Давайте смотрим ваше окружение. Карта Солнца, все прекрасно. Я могу сказать, что люди за вас рады. По карте Солнца люди рады за вас, за эти достижения, причем искренне. Да, вот ваши близкие, родственники, друзья, знакомые, действительно. Вы знаете, тут тоже вы как можете засиять для них, как Солнце. Что называется, заиграйте новыми красками, как, может быть, драгоценный камень. Вот это будет свет от вас, радости сходить. Ну, невозможно не заметить такого радостного, довольного человека. Поэтому, конечно, ваше окружение будет это подхватывать. Кто-то будет вас хвалить, поздравлять. Но, смотрите, не перехвалитесь сами себя по башне все-таки. Вот, постарайтесь соблюсти меру. Так, здесь довольно кратенько, но знаете, как обычно бывает? Если есть в раскладе проблемные сферы, а там я уделяю больше внимания раскрытию проблемных событий и поиска решений, как это предотвратить или как из них выйти, и чем это все закончится. А здесь, в принципе, все так ладно и складно, что не хочется больше, значит, использовать... Не использовать, не хорошее слово, а спрашивать у карт Таро. Ну, но, тем не менее, мы возьмем Ленорман, да? Как и всегда. И спросим неожиданные события месяца и совет для вас, чтобы ничего тут не испортить. Башня, она как предупреждение вам выпадает, да? Давайте посмотрим неожиданные события в периоде. Какие неожиданные события жду из Трельцов в декабре 2023 года. Гора. Так, что у нас? Гора. Окончание всех препятствий. Прекрасно. Я сначала так... Знаете, немножко такие, да? Сами по себе. Гора, карта такая вроде как препятствие. А гроб, ну, это вообще, что называется, отвал башки, да? Страшно, когда он выпадает. А здесь препятствием конец. Думаю, вы сами можете связать два этих символа. То есть все препятствия, которые вам выпадали на вашем пути, теперь все дороги у вас открыты. Искра, то за жезлов, горит и разгорается все сильнее колесо. Денежная фортуна у вас раскручивается. Препятствие приходит. Конец. Вы заслуживаете признания по карте Солнца. И давайте возьмем совет. Вы знаете, как мне сейчас пришло по башне? Это может быть прямо как в голову ударить, да? Для кого-то звездная болезнь, для кого-то прямо может быть неожиданность своего успеха. Это какой-то головокружительный успех. Это что-то вот бах, да? Вот она какая башня по эмоциональному состоянию, по физическому. Поэтому я и говорю тут вот, держитесь, да? От того, как вам повезет. Надо просто это, как говорят, присядь, да? Стоя новости не слушать, чтобы не свалиться от счастья. Совет. Якорь. Ну вот, наконец-то у вас появится тот статус, то устойчивое положение. Давайте заикоримся с этим якорем и закроем все вот эти препятствия и башни, чтобы у вас выпадали только положительные события, чтобы они у вас раскручивались. То есть, очень хороший расклад для стрельцов. Пока самый лучший из всех тех, каких я успела записать на данный период. С чем я вас поздравляю. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам видео понравилось. Анонсирую также расклад пасьян с предновогодней. Сделаю, да, перед самым праздником. И также вас приглашаю подписаться на каналы мои Телеграм и Дзен, чтобы нам с вами не потеряться, заикориться, чтобы быть на постоянной связи. В случае чего, да? Чтобы на других платформах социальных поддерживать с вами связь. И спасибо за просмотр. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok